В Тельвиске завершил свою работу пятый юбилейный окружной форум творческой молодежи «Арт-квадрат», который проходит в рамках государственной программы Ненецкого округа «Молодежь НАО». Ребята в очередной раз показали, что они талантливы, открыты и, как сами они признаются, не лыком шиты. На праздники народной культуры побывала Елена Семеновичева. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Эти слова отображают ту атмосферу, которая царила на протяжении пяти дней в Тельвиске. 17 поющих, танцующих и увлекающихся различными видами искусства молодых людей собрал в одном месте этнографический молодежный лагерь Тельвиска «Арт». Ребята из Оксина, Великовисочного, Тельвиска и Нарьинмара на протяжении пяти дней открывали для себя мир искусств. Каждый из них год от года мечтает и старается попасть сюда. Ведь именно здесь они приобретают знания, умения и добрых друзей. Основная его цель, во-первых, собрать на одной площадке активных творческих ребят из разных населённых пунктов. У него и статус такой межмуниципальный. А вторая главная цель – показать, что народная культура – это не что-то инородное. Это то, что привлекает, это то, что нужно знать и чем можно гордиться, это то, что интересно, это то, что сейчас в тренде в России. И нам хочется, чтобы ребята из деревень это почувствовали и использовали уже в своей работе. Потому что они ведь не только участники самодеятельности сельских домов культуры, но они ещё и сами тоже организаторы мероприятий. Образовательная площадка, которая в этом году празднует свой пятилетний юбилей, первые три года имела статус районного и проводилась на базе села Устье. Уже два года форум умеет статус окружного и проходит в рамках государственной программы Ненецкого округа «Молодёжь.Нау». Форум пользуется огромным успехом у ребят из разных населённых пунктов округа. Это и те, кто занимается в области народной культуры, и чтецы, и многие другие активные и молодые ребята. Я посетила «Арт-квадрат» впервые, но для меня он подарил столько эмоций, сколько я не испытывала целый год. Это выступление, это общение с людьми, с творческими, такими же, как я. И, несомненно, этот опыт пригодится мне в дальнейшем будущем, потому что наши великолепные педагоги, которые работали с нами эти дни, безусловно, оставят след в нашей жизни. Больше всего мне понравился день сегодняшний, потому что у нас такие были взрывные эмоции, буря новых ощущений каких-то было, то есть нас зашкаливало это всё. Очень понравилось. Я научилась очень быстро учить, потому что в таком темпе, в прошлом году у нас ещё было 10 дней, а в этом году я поняла то, что тогда мы ещё не торопились. А вот сейчас именно вот эта собранность, этот темп работы, то, что без остановки. Вот. Ещё сплочённости. Собранность и сплочённость ребят научили невероятно талантливые, увлечённые своим делом педагоги, которые были приглашены специально для ребят. Это и Анастасия Колесник, магистр культуры из Москвы, педагог детских коллективов художественной самодеятельности, которая в телевизорку приезжает уже в третий раз. Здесь особая атмосфера. Здесь определённые люди, которые хотят работать, которые хотят получать знания, которые запоминают то, что им говорят и с интересом воспринимают новый материал. То есть здесь это, можно сказать, знаете, как Александр Сергеевич Пушкин, все равны, как подбор, с ними Галина Александровна. Это человек, который этих ребят держит, который их собирает, который их мотивирует. И такой молодёжи мало. Это, можно сказать, золотая молодёжь, это сливки современного вообще нашего общества. Кадриль, хоровод и просто русские народные пляски. Научиться их плясать ребята смогли благодаря Дуниной Ине. Режиссёр, руководитель киностудии и мастер по русским народным танцам. Она с восхищением отзывается о первой поездке на земли Крайнего Севера и о ребятах, которые здесь живут. Мы с ребятами здесь на Севере пытались реконструировать как бытовые танцы, так и кадрильи, которые вы сегодня увидели в спектакле. Мне очень понравилось работать с ребятами, потому что они настолько талантливые, что очень быстро схватывают материал. Конечно, мало времени было, всего три дня, таких плотных, чтобы танцевать, учить текст, петь. Но, в принципе, они справились с задачей. Хотелось бы, чтобы в следующий раз, если всё-таки фестиваль будет жить, времени было больше, и мы бы тогда отточили мастерство, и ребята уже стали вообще профессионалами, что смогли бы и других научать таким замечательным танцам. Игры, песни, кадрильи, игра на музыкальных инструментах и сценарное мастерство. Сложна и многообразна народная культура. Всего за пять дней юные дарования продемонстрировали сплочённость, собранность и профессионализм. По восемь часов на сцене. И конечный результат – постановка, отрывка произведения Александра Сергеевича Бушкина «Граф Нулин». Елена Семёнычева, Антон Водряков, Телеканал «Север».